а друзья мои добрый день сегодня мы с вами начинаем еще одну конструкцию инфинитивную который называется комплекс subject она переводится сложное подлежащие но на самом деле сложным в ней будет не столько подлежащие сколько такое комбинированное сказуемое но называется сложное подлежащие а это предложение которые в русском языке звучат вот примерно так говорят ты пишешь стихи считают что он хороший механик полагают что она займет первое место и так далее то есть это предложение которые в русском языке начинаются с безличного глагольного предложения говорят считают полагают находят и так далее конструкция комплекс subject она тоже состоит из трех групп так же как и комплекс object и первая группа тоже самая большая то есть в ней гораздо больше вводящих глаголов чем глаголов чем в других группах и кроме того первая группа отличается от остальных групп тем что вводящий глагол вот этот глагол говорят считают полагают находят который я называю вводящим он будет стоять в пассивном залоге давайте посмотрим на эти глаголы вот они не у синг белый в консида экспракт на унс то есть знать считать объявлять сообщать полагать видеть слышать предполагать и так далее и английские предложения с этими глаголами они тоже имеют два варианта один из которых гораздо более симметричен русским вариантом чем второй а второй это как раз комплекс subject он устроен иначе давайте посмотрим вот это симметричный вариант говорят ты пишешь стихи и тисад юрайт поэмс и тисад это вводное предложение также как по-русски оно безличное но в отличие от русского языка во первых у него все-таки должно быть подлежащее потому что в английском языке даже безличные предложения имеют свое подлежащее такое абстрактное подлежащее it и во-вторых вводящий глагол как вы видите стоит в пассивном залоге в русском языке у нас говорят это активный залог а в английском языке и тисад говорят или говорится скорее это пассивный залог ну а дальше обычная предаточная юрайт поэмс это симметричный вариант теперь собственно вариант комплексом дикто вот он вот она это предложение это комплексом дикт и что здесь по-другому ну мы видим что поменялись местами вводящий глагол и подлежащие предаточного предложения в русском языке у нас говорят ты пишешь стихи а в английском языке вот это вот ты подлежащие предаточного предложения становится подлежащим всего предложения а сказуемые становится вот таким громоздким и включает в себя вводящий глагол в пассивном залоге и инфинитив. You are set to write poems. Поменяли местами их. И это комплекс сабжект. Предполагается, что вы будете работать с клиентами. И симметричный вариант перевода. It is supposed that you will work with clients. Все как по-русски, кроме того, что есть подлежащий вот это безличное it. It is supposed. И вводящий глагол стоит в пассивном залоге. А вот вариант комплекс сабжект. You are supposed to work with clients. Опять же, мы поменяли местами порядок следования вводящего глагола и подлежащего предаточного. У нас получилось you. Это подлежащее теперь всего предложение. А supposed это вводящий глагол в пассивном залоге. И дальше to work with clients это инфинитив. Еще предложение. Объявили, что самолет взлетит через 2 минуты. Значит, вот у нас симметричный вариант. It was announced. Или it is announced, можно в принципе сказать было бы. That the plane would take off in 2 minutes. Поскольку у меня it was announced, то здесь есть согласование. That the plane would take off. А вот вариант комплекс сабжект. The plane подлежащие предаточного предложения. Was announced вводящий глагол в пассивном залоге. И to take off или to be taking off in 2 minutes. Можно сказать за инфинитив континиуса здесь, потому что это как запланированное действие. Самолет вот-вот взлетит. Давайте еще раз немножко по-другому, более наглядно. Вот посмотрите, у нас две строчки. Первая строчка это русский вариант, вторая строчка это английский вариант. И вот здесь даже по цвету видно, как у нас меняется порядок первых двух слов в английском языке по сравнению с русским. В русском языке у нас на первом месте вводящий глагол говорят, а потом подлежащие предаточного ты. В английском языке все наоборот. Сначала ты, оно становится подлежащим всего предложения, you, а потом вводящий глагол в пассивном залоге. You are set to like chocolate. И еще один вариант. Полагают, он шпион. Опять же, у нас сначала полагают, потом он. В английском языке все наоборот. He is believed или is supposed или is thought to be a spy. Ну и посмотрите, здесь восстанавливается глагол быть. В русском языке в этой позиции в настоящем времени мы опускаем глагол быть. В английском языке и вообще в европейских языках практически никогда в этой позиции он не опускается. Поэтому to be, to be a spy мы восстанавливаем глагол быть. He is believed to be a spy. Второй момент. В комплекс сабджекте у нас используются разные инфинитивы. Что значит разные? В английском языке, в отличие от русского, у нас есть несколько типологических времен. Simple, continuous, perfect и perfect continuous. И от каждого времени может быть собственный инфинитив. То есть может быть инфинитив simple, инфинитив continuous, инфинитив perfect и infinitive perfect continuous. Вот четыре инфинитива это только в активном залоге. Давайте сначала активный залог посмотрим. Говорят, ты пишешь книги. You are set to write books. Мы видим, инфинитив simple стоит to write. Простой инфинитив. И он используется в своем основном значении. То есть мы говорим о каком-то действии вообще. Ты вообще пишешь книги и ставим инфинитив simple закономерно. Говорят, ты пишешь новую книгу. То есть сейчас что-то делаешь, сейчас пишешь новую книгу. Соответственно, здесь будет инфинитив continuous. You are set to be writing a new book. Continuous опять же используется в своем основном значении, когда действие происходит в настоящий момент времени. You are set to be writing. Говорят, ты пишешь свою новую книгу уже два года. Типичная ситуация для perfect continuous, то есть для действия, которое началось в прошлом и до сих спор продолжается. И поэтому мы ставим инфинитив perfect continuous. You are set to have been writing your new book for three years already. То есть ты пишешь свою новую книгу уже три года. И, наконец, инфинитив perfect. Я его вынесла на последнее место, потому что с ним не все так просто. Мы знаем с вами, что present perfect никогда не используется с указаниями на время в прошлом. Нельзя сказать, я вчера купила книгу и использовать present perfect. Это невозможно. Но инфинитив perfect это не present perfect, хотя по форме он похож, но это совершенно другая форма. И инфинитив perfect специально всегда используется, когда мы говорим о прошлом. То есть именно инфинитив perfect мы используем, говоря о прошлом. You are set to have written your first book at the age of 12. Говорят, ты написал свою первую книгу в возрасте 12 лет, когда тебе было 12 лет. То есть говорят сейчас, а написал ты давно, когда тебе было 12 лет. Почему так происходит? Ну, потому что у нас нет столько инфинитивов, сколько времен. Времен у нас в каждом времени, в continuous, в simple, в perfect и в perfect continuous, аж три времени, настоящее, прошедшее будущее. А инфинитив от каждого времени у нас один. Поэтому вот инфинитив perfect, он выделен именно для того, чтобы говорить о прошлом. Вот здесь, пожалуйста, внимательно, не путайтесь. И я говорила, что бывают у нас еще пассивные инфинитивы. Ну, perfect continuous пассивный не бывает в принципе, поэтому такого инфинитива тоже нет. Все остальные три инфинитива в принципе бывают пассивные, но infinitive continuous, опять же, используется очень редко. И мне уже поставили на вид коллеги, что не надо рассказывать о вещах, которые редко используются, чтобы не путать людей. Поэтому давайте я не буду о нем, наверное, говорить, а я скажу об инфинитиве simple и об инфинитиве perfect. Предполагается, что твои книги будут использоваться в школьной программе. Your books are supposed to be used in the school program. Вот I suppose здесь все обычно, предполагается, что твои книги, а дальше инфинитив стоит пассивный to be used. Не забываем, что у нас в пассивном залоге вспомогательный глагол be, соответственно, вот он здесь и стоит в инфинитиве to be used. И говорят, твоя новая книга получила в прошлом году букеровскую премию. Опять же, обратите внимание, мы говорим о прошлом, в прошлом году, и поэтому мы ставим инфинитив perfect. И он пассивный, потому что твоя книга получила или была награждена Нобелевской премией. Your new book is set to have been averted. The book price last year. То есть мы ставим инфинитив perfect, пассивный to have been averted. To have вспомогательный глагол perfect, been вспомогательный глагол пассивного залога в третьей форме, потому что этого требует perfect. И averted смысловой глагол в третьей форме, потому что этого требует пассивный залог, поэтому вот такая формула. И частица to, не забываем, она всегда есть в инфинитиве, кроме отдельных ситуаций, как модальные глаголы, например. To have been averted, инфинитив perfect, пассивный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok